Всем привет, дорогие друзья! На ваших экранах Hitman, который полноценно у нас, который все три сезона у нас окончательно вышли. История, как я понял, завершена, но я этого пока не знаю, потому что еще я пока не проходил Hitman 3 вообще в упор. Да, я видел там локации, как они, ну, парочку локаций видел, остальные только так, в триллерах, там, Hitman 3 видел, и все. Так, потише. И будем мы проходить с самого начала, я хочу вновь окунуться в этот мир, и, ну, уже на движке, уже Hitman 3. Ну, как, на движке, улучшенном, который Glacier, он до сих пор у Hitman и Glacier, кто не знает, движок так и называется у них, да-да. Я уже как-то бегал здесь, проверял, как идет игра, и на самых трудных локациях более-менее падает до 50%, но это, по крайней мере, я видел так. Каких-то фризов я не заметил, а дело в том, что, сейчас показываю все мои настройки, что все стоит на максимум, кроме размытия. И я тут могу еще один прикол рассказать, который случился у меня. Я через NVIDIA решил там по максимуму поставить, после того, как я винду переустановил. И вообще не понял прикола, у меня 20 фпс. Да, оказалось. Я залез настройки, посмотрю, в чем прикол, и увидел, что вот этот мультисемплинг у меня стоит сразу не на однерке, а на двойке. Так что, ребята, если у вас мощный компьютер, там, например, мощная самовидюха, 3080, там, 3090, неважно, там, они и без проблем выкручиваете параметры. У вас, да, производитель будет меньше, там, скажем, на 30-40 фпс, но я не думаю, что у вас это будет как-то сильно заметно, потому что на этих системах я смотрел там под 100 фпс где-то, так что не сильно. Но картинку я не заметил, чтобы она сильно менялась. А здесь некоторые, ну, скажем, фигнюшки мне недоступны, потому что нет подключения к интернету. Как бы вот, все локации, последние у нас Карпанские горы, не знаю, что там, Мендоза, вот, наверное, Мендоза, я знаю, многие проверяют. И тут 50 кадров, вот, где-то возле особняка, когда я подбегаю к нему, смотрю на него там, это, все, более-менее нормально. Но у нас первый сезон сейчас, да, сезон, не часть, а сезон, потому что по логике этот трилогий, это сериал, который решили из Хитмана сделать. Вернули его тогда к корням после Абсолюта, хотя я не знаю, что людям, да, я понимаю, почему он не понравился многим, но мне, знаете, Абсолют зашел. Так, ладно, еще хочу пару фактов сказать, что разблокировал я здесь все уникальные, ну, вот эти неуловимые цели, которые будем ловить. Стоит у меня последняя версия на данный момент, которая вышедшая, а, ну, вот этих пока нету, только лишь. Ну, посмотрим, автор, который, как бы, разблокировал весь этот контент, он может потом разблокировать, ну, выпустит обновление, скажем так, и будут эти доступны, потому что они совсем недавно появились. Как бы, здесь есть часть, которых я помню, а тех, которых я не помню, вот честно. Ну, неуловимые цели мы будем проходить уже потом. Я скажу сразу, что на канале, я сейчас пока еще не удалял, есть прохождение первой части и второй. И у некоторых, наверное, задался резонный вопрос, а зачем я тогда перепрохожу? Ну, я, как бы, решил обновить, скажем так, скажем, заново перепройти, но уже на, скажем так, обновленном Glacier. Кто не знает, что такое Glacier, это движок Hitman, на котором все части издавались. И на последней части сейчас Glacier сделан, ну, как бы, улучшенным. Улучшали там каждый раз что-то, что, как бы, так. Ладно, давайте, я больше не буду запинаться, просто пойдем в комплекс МКА, у нас тут 4 локации. Я думаю, даже, знаете, сюжет, начальный курс прибытия. Я просто так, как здесь, сразу сделаю, и играть. Озвучивать я не буду, ребят, так что, субтитры есть, читайте. И здесь прям так хочется начать, что мы начинаем проходить. Hitman, просто Hitman, тут больше ничего не пишут. Я прям просто вспомнил свое первое прохождение, вот, реально вспомнил. Пойдемте. Да, играть я буду на DualShock 4. И буду проходить, кстати-ка, на максимум. Так, подождите-ка, субтитры... Они включены. Давайте-ка я вам чуть-чуть побольше сделаю, вот, на 2,8. Во-первых, мне на DualShock удобнее тупо играть в Hitman, не знаю почему. Как бы так. Ладно, пойдемте. И проходить я Hitman буду на максимальном уровне сложности. Что я и делал Hitman 2, по-моему, не... Уловимые цели, я помню, там проходил. Ох, прям идеально для вас, читайте. Еще, кстати-ка, как бы здесь неофициальный перевод. Сделал перевод, я не помню, то ли... Механики. Да, по-моему, механики. Овер. И, как бы, все. Они просто текст, конечно, сделали для третьей. А с первой второй просто перенесли. Как бы так. И еще, кстати-ка, на стадии бета. Какие-то косяки все-таки еще исправляются. Сейчас 1.06 версия. 1.06b, по-моему. Я надеюсь, вам слышно, что она говорит. Потому что по Эллинуар я понял, что мой голос тихий, а игры нормальны, потому что микрофон у меня не особо близко стоял тогда. Сейчас, я надеюсь, нормально. Если нет, то я сделаю в OBS еще потише. Ну, к следующей записи. Потому что пока я ничего не менял, просто микрофон поближе подставил. Да. Я вот, честно, вот одного только не пойму, почему. А ее интерактив отказались от русской озвучки. А вот эта проблема большая для меня того человека, который проходил все части, все части Хитмана на русской озвучке. Я играл в Хитман Снайпер даже, который на телефоне. Хитман Гоу. Да. Прошел его полностью. Что как бы... В Снайпере, конечно, мне озвучки-то нету вообще. Хотя статика хотят анонсировать, прикиньте. Что я тут узнал? Хитман. Вот снайперские эти, которые во второй части добавили. Так. Хотят нам мобилки портировать, прикиньте. Ой. Как же я это терпеть не могу. Контроллер. Вибрация. Отключить. Спасибо. Да. Кстати. Давайте еще сразу в игровой процесс. Общий, наверное, нет. Худ. Секундомер не надо. Худ безумного сложности. Автосохранение. Я даже не знаю, зачем. Просто я сейчас поставил себе уход, чтобы показывалось, какой уровень сложности я использую. Да. Сейчас у меня второй. Но потому что здесь нельзя изменить этого. Это только начало. Но игрушка, кстати-ка, заметьте, стала симпатичнее с момента. И да, кстати-ка, в первом Хитмане, когда он просто вышел Хитман, вот это фигни, по-моему, не было. Хотя я могу путать, потому что проходил я Хитман просто Хитман очень давно. Да, мне сейчас говорят, что я здесь могу сохраниться. Но когда я буду играть на максимальной уровне сложности, у меня будет только лишь одно сохранение, ребят. Да, тут есть человек, который может меня сейчас спалить. Будем пока сейчас следовать, думаю. Ой. Какие-то баги происходят, ребят. Слушайте, а что за баги? Это нормально? Да. Ладно, я думаю, это просто начальная локация, потому что у меня мелкий брат проходил, и он мне, кстати-ка, не говорил мне на никаких вот таких вот проблем. Зачем мне кидать, если... Я могу просто подойти и бесшумно вырубить. Что, кстати-ка, очень круто, когда добавили это в просто в Хитмане. Потому что, напоминаю, такой фигни, ну, не было. Когда я играл в Absolution. А Absolution я проходил несколько раз, и до сих пор мне нравится. Ну, хотя эта фишка с инстинктом там, вот, да, она вот реально бесит. Что-то тут реально со светом. Не, ну, как бы я-то знаю, куда он пойдет, так что давайте-ка я сразу пойду туда. Сейчас меня просто ведут за ручку. Реально, а что со светом? Что с глобальным освещением? Ну, это, возможно, какой-то баг, я не знаю. В релизной версии, как он был. Ну, будем проходить дальше? Ладно, я не думаю, что это нас сильно так-то как-то должно отпугивать. Потому что фиг его знает, в чем проблема. Это просто при мне происходит впервые. То, возможно, либо обновление что-то поломало, вот, последние 3.40. Либо же... Либо же, я не знаю, что, честно. Потому что, когда я запускал Hitman 3. Ну, у меня была еще версия, я сегодня только обновил до этой версии. Была 3.30. Что там я запускал, где осомняк, было нормально. Я и запускал другие локации, было нормально. Здесь же реально какая-то проблема. Я не знаю, в чем прикол... Так, как тут инвентарь? О, вспомнил. Ребят, я пройдусь. Ладно, я думаю, что это всего лишь эта локация тут такая. Ладно. Тут, кстати-ка, сразу обои Саппензо. Саппензо. КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Вот этот человек в белой мантии, так скажем, он палил изначально, то надо было оббегать вообще вон там И переодеваться я смысла не вижу, потому что за это нам и денег не подбалят Да я вообще тут не особо-то и платить, тут очки всего лишь Но ждем Но проблема в том, что нам не дадут изначально пойти на финальное задание Сейчас будет свободная тренировка Субтитры делал DimaTorzok Да, сейчас у меня будет свободная тренировка Я буду следовать лишь как я хочу Я тогда сразу побегу туда, куда мне надо Потому что я знаю, как быстренько его можно убить Здесь, кстати, можно его и, как бы, знаете, не усмирять Потому что костюм его валяется тут Но я все равно переоденусь И нам надо вот сюда зайти Здесь есть яд Явно что-то с этой картой не так Не знаю, возможно, обновление такое Я думаю, исправят это Я как бы надеюсь, что это только тут Так, быстренько надеваемся И прячем его Хотя срок седьмой мог бы, знаете, что сделать Как-то выключить холодильник И потом только закинуть А то он, как бы, в трусах В общем, можно было бы успеть здесь зайти Но ладно Раз мы не успели, пойдемте наверх Там быстренько отравим Если, конечно, не получится Сделать это быстро Ну, вообще Просто дело в том, что иногда Бывает такое, что Ну, нельзя Нельзя По-моему, бокал красного вина Он пить не будет Ну да, все, поздно Сделаем тогда прошлый метод Вообще Можно было бы и переодеться в него Мистера Норфолка Или как там его Как бы Подойти к этому человеку И мы пойдем пообщаемся При этом можно его устранить Ну, вообще-то может Да что с освещением Прям У меня сейчас эпилепсия начнется Блин, обидно Субтитры сделал DimaTorzok Вот о чем я и говорил, ребята. Вот наш красавец. Немешаемо, видите, человеку плохо. Вообще негенично так делать. Потому что он может на тебя бревануть, пока ты его душишь. Так, ну что, пойдемте поговорим тогда с этим человеком. Здравствуйте, можно с вами пообщаться. Норфолк. Норфолк. Блин, ну и фамилия, блин, у тебя. Не, реально с освещением в этой локации какая-то проблема. Здорово. Здорово. Пресчай. теперь чистой душой можно уходить этот чувак до сих пор нас не палит странно наша раньше я помню да он полил особенно когда мы были в костюме того пора мать все отлично я хорошо справился проходил ты не один раз сейчас немного сложного тенька просто непривычно я бы больше бы сказал да это прошла миссия не так как надо так что продолжаем последнее испытание сейчас выполним и закончим я думаю на этом серию ну когда достать если что сейчас то что мы проходим это происходило 20 лет назад ну как бы со времен хитман 2016 который получается в девяносто шестом а девяносто девятый даже это смысле 20 лет потому что прошло даже не 20 лет 17 лет прошло но хотя события просто хитман 3 ой на хитман вообще могут присоединить еще девятнадцатом почему бы и нет сейчас вообще 2021 21 а мы такое время где молодежь не так которая раньше была она стала хуже так все мне почему-то здесь так и прыгает и до хитман 2 впервые здесь появилась и до хитман 2 впервые здесь появилась таки напоминающий больше травку ну вы поняли о чем я давай иди ты нельчем его вырубить давай иди ты нельчем его вырубить и прячем и прячем сейчас нам надо будет убить джа спираной там на это я знаю тут один приемчик буду брать так и тут гаечный ключ который я люблю в этой трилогии вообще он классный тупо посмотрим так и здесь надо вывести я заберу на спасибо здорово хорошо здесь вообще очень много способов на убийство но ну комплекс мк хоть и здесь да достаточно убийство но все равно по сравнению с другими локациями большими там париж там не знаю что майами там вот да много убийств а майами вообще пройдем за 10 минут я знаю как там пройти я говорю я знаю как быстро пройти ну я прохожу хитман первый хитман второй уже неоднократно хоть и так на лицензии проходил хитмана 2 и часто пойдем я говорю я очень много у меня там уже почти двухсотый уровень если не двухсотый точно сейчас не скажу может потом когда-нибудь скажу точно потому что ну я помню что у меня там сто шестьдесят и сто семьдесят это точно был из него мне сказал ладно окей исчезаю потому что у нас лост он больше знаете такой многогранные которые можно по-разному перевести так из лост мы получили остаться в живых вот сериальчик помните популярный такой был хороший сериал и до стать к финалка третьего сезона это истинно как бы финалка они хотели закончить но они увидели что рейтинги хорошие давайте давайте мы будем клепать и этот самый прикольный способ убийства Beyoncé к себе блог с м м Это самый лучший способ убийства Я потом, кстати, еще погуглю насчет того, что у меня мерцают текстурки Может, все-таки это такое обновление что-то поломало Ой, ладно, пофиг, уже переодеваться не буду Хотел еще пойти переодеваться, но мне лень Ну, я в следующей серии скажу, что, ну, смотрел я Если найду что-нибудь, я скажу насчет этого Если нет, то ладно, забьем просто на этом Я надеюсь, что это лишь здесь локация такая Сейчас мы прошли проложенную структуру И у нас будет происходить событие Ну, пока нам пойдем в Париж Будет происходить после семи лет Как я понял После Абсолюшена Потому что получается, да 2019 год сейчас будет Как бы так О, и знаменитая, да, заставочка Казино Хитман 2 Silent Assassin Момент, я помню На канале есть прохождение второй части Так что посмотрите, вы поймете, о чем я Там просто есть миссия, где надо рыбой отравить И подсунуть жучок ему Ну, чтобы он съел этот жучок Хитман Coded name 47 Это в первой части было И в Хитман контракты Когда Хитман вспоминал свои Ну, заказные убийства, скажем так Хитман Абсолюшен А, какой Абсолюшен? Это Blood Manny Хитман, Blood Manny Это Одна из первых миссий была Хитман, Blood Manny Ну, как одна из Она была по логике второй В Чили, когда мы были Это Абсолюшен Познакомьтесь Сейчас Того чувака, которого мы убивали в Абсолюшене Ну, тогда мы с глушителем убивали Ну, ладно Да Прикольная заставка Мне прям нравится Да, рассеянщик большой Скорее всего Сиджей ролик просто пропонсировали Сюда еще Хитмане Так, главное меню Ну что, вот мы и прошли Первое засекреченное Теперь у нас будет Париж Во всей его красе Мы это посмотрим уже в следующей серии Так что Я благодарю всех, кто посмотрел Увидимся мы в следующей серии И всем До скорой встречи Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok